Ну что, это понедельник. Сегодня что-то типа открытого микрофона за деньги в новом для меня заведении. Давайте рассматривать все это и попытаемся сделать. Прошлая неделя была плодотворной, это тоже должна получиться хорошей. Есть две двери. В какую сам зайдешь, в какую мать отправишь. Эти люди должны бороться со что-то, что напоминает вот. Если отделить само выступление от условий, получится нормально. Но с условиями это какая-то адская херня. Но мы без нее. Находимся вне этого порочного круга под названием деньги. Вечером приедем домой. Мне подруги скажем, начнем в УАЗИСе. Завтра он придет меня в шубер, который сказал, что это РУС. А после я сделаю такой, что он просто обязан подарить мне мотору Лазер В3. На этом все. Смотри мято-мято, подписывайтесь на канал. Это Гоша. Это Гоша. Это Илья был. Пойдем. А, что будет? Да, вот и. Давай, я в центрах. Вы будете меня греть своими боками. Привет, привет, пацаны. Привет, привет. Привет, очень рад. Сегодня Тольятти. Ну, поехали совсем темно, как я и обещал, в общем. Фимористы шутят. Публика продолжает хохотать. Критика продолжает вопрошать. Тольятти. Это Тольятти. Тольятти город свободы. Фил со мной поделился чайком. Да, поделился, так и было. Фил щедрый парень. Вообще у ребят сервиса, когда спрашиваешь, пацаны дать попить, они говорят, воду, сок, чай. Вода. Не кажется, что это передвижная гостиница? Хостел, да, как вы видите? У Филиппа называется. Мы положили сумки в багажное отделение. Сейчас вот нам гладят белье постельное. Это заканчивается четверг. Я приехал из Тольятти и завтра будет еще в Чапаевске концерт. Послезавтра первые съемки для нового проекта на ДНТ. В общем, точнее не первые, а будет все долго и через жопу. В общем, я расскажу об этом в субботу. Ну, давайте. Спокойной ночи. Хрен знает, что вы делаете на самом деле. Я спать хочу. Сегодня выступаем в Чапаевске в Тайм-кафе. Такие дела. Привет всем. Чапаевский центр юмора. Центр скромности. В центре юмора находится Александр. Кстати, вокруг него все вертится. Это ось. Ось. Не дай бог, Александр сломается и нам всем. Самый скромный стендапер у нас есть. Поехали. Слушай, да. Чувак, даже который шутки не пишет, не слишком скромный, чтобы нас всех здесь тревожить. Просто надо выйти на сцену. Все будет. Все будет. Отличный вечер, согласись? Молодец, Саша. Чапаевск. Пока ты здесь, Чапаевск столица юмора. Вот так вот, чувак. Пока. Давай, держись. Держи это место. Без тебя же все развалится. Понимаешь, Илья, ради тебя только ради него и ради вас немножко, но на самом деле ради него. Что? Действование, на которое ты должен прийти, привести свою новую. Вот такие себе шутки. Вот, давайте, плотным, я начну. Поехали. Сегодня великий день. Сегодня пять лет мы шли к тому, чтобы наконец-то, наконец-то добраться до того, чтобы наши видео начали. кому-то приносить радость не только в Самаре. Да нет, на самом деле классный день, потому что мы дошли до того, что нас хотят видеть. Наш региональный стендап нужен стал в Москве. Поэтому, блядь. Ты рад, что мы сегодня отсняли хоть что-то? Ну, слушай, ну я рад. Просто выяснилось, что у меня за три минуты два блока всего уходит. Ну, я такой медленный. Ну, понятно. Ну, у меня два блока и финальная кода. 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 Расскажи про саму схему, как мы работаем. Схема очень крутая, в том плане, что наконец-то уже не я буду принимать решение, кто в концерте, а будут принимать это дело редактора, потому что четыре недели в месяц. Каждое воскресенье у нас будет расписано. То есть, на первую неделю у нас будет большой открытый микрофон, куда может пройти любой желающий написать свои три минуты стендапа, записать их у нас. Мы это все отправляем в Москву, если он там понравился редактору, соответственно, он на вторую неделю будет приглашен на техническую вечеринку. То есть, на техничке он обкатывает материал, который уже был, соответственно, дополняя его новым с пометками от редакторов. И так на второй неделе. На третьей неделе то же самое. То есть, если он проходит в третью неделю, с тем, что он дописал, что он отредактировал, соответственно, на третьей неделе тоже он показывает все, что было на открытом микрофоне, что было на первой техничке и то, что он написал на третьей техничке. И так же в конце месяца концерт большой, как всегда. Мы подобрали две разных площадки для открытых техничек, поэтому у нас открытый микрофон проходит в клауд-кафе, а большой концерт у нас будет в баре на кранах. Технички у нас еще в клауд-кафе по воскресеньям. Да, каждое воскресенье в 6 вечера будем начинать. Концерт тоже будет в 6 вечера. Просто очень хорошо, что Нижний Новгород уже несколько лет этим занимается, поэтому там есть сильные комики. Мы только сейчас начали заниматься, но и радует, что города Поволжье к нам присоединились, потому что есть информация, что и Казань, и Саратов, я думаю, Уфа, если получит, тоже. Это же круто. Это маленький шаг в телевизор. Сидя дома, делаешь маленький шаг в телевизор. Вот смотри, таким образом получается у нас каждый месяц, каждый месяц будет один концерт и один большой этап. Да, да. То есть мы сейчас целенаправленно готовим к большому отчетному концерту за месяц. Именно с московской редактурой и материал будет максимально приближен к телевизору. То есть вот так вот, как делают в телеке, возможно, кто-то из нас научится делать. Ну что, ребят, вот и конец недели. Было уже 6 выступлений за эту неделю. Теоретически завтра приезжает детища в Тольятти, но, блин, я уже не смогу, честно говоря, объяснить жене, скорее всего, чем я тут занимаюсь все эти дни. На следующей неделе Пенза и Саратов будет блок по насыщенней. Отсняли первую часть для ТНТ, очень много работы. В сумме будет 4-5 выступлений, там дальше вот и тебе и блок стендапера. Все, в принципе, нормалек. Мне очень понравилась эта неделя, только я очень устал и очень хочу время с женой провести и с детьми. И со всеми, кто хочет со мной это время провести. Давайте, пока, пока.